всем привет друзья в этом видео я хочу показать как нужно менять тормозную жидкость на мотоцикле yamaha vr 250r эта модификация именно эндуро буду менять переднюю жидкость в этом резервуаре и заднюю жидкость который находится в этом резервуаре что для этого нам нужно тряпочку чтобы вытирать набор ключей чтобы откручивать откручивать будем вот эти вот болты скидывать вот эту защиту вот там находится клапан штуцер откуда будет вытекать старая жидкость но и все качаем заливаем новую жидкость которую находится у меня прямо здесь под рукой какая-то прибалтийская марка листа именно до 4 заливаем тут даже сверху написано только до 4 ну что же начнем откручиваем крышку и так я открутил эту крышку не знаю видите вы или нет резервуар теперь откручиваем защиту тормоза защиту машинки тут ее держат два болта на 8 миллиметров теперь дальше сюда можно одеть какой-нибудь шланг для того чтобы жидкость не разливалась куда попало я использую вот такое специальное устройство здесь стоит клапан который не дает тормозной жидкости старой уйти назад здесь вот такая стрелочка стоит показывает то что жидкость идет в этом направлении одеваем ее вот на этот штуцер насколько это возможно да можно конечно и вообще без нее но как я уже сказал здесь будет грязь вставляем сюда штуцер ставим снизу бутылочку чтобы эта жидкость сюда сливалась но дальше затем что мы делаем я постоял вот вы видите шланг теперь откручиваем здесь чуть-чуть для до этого до того как откручиваем нужно накачать необходимое давление в заднем тормозе вот как я сейчас это сделал и тем самым мы выкачиваем старую жидкость после того как она вышла дабы сюда не попал воздух нужно сверху подливать свежую жидкость старая жидкость по моим ожиданиям должна быть темного цвета в то время как новая жидкость она должна быть такого немножко желтоватого но очень прозрачного цвета я купил мотоцикл ни разу не менял жидкость это было более более не кажется двух лет назад или ровно два года назад поэтому я думаю жидкость будет очень грязной теперь показываю здесь видно что чуть-чуть жидкость уже вышла вот она какая бы не сказал что она очень грязная но профилактически нужно менять эту жидкость иначе случае загрязнения тормозная жидкость теряет свои свойства начинает впитывать влагу из-за чего как поршень так и все вот эти вот соединения они могут дать коррозию ржавчину вот в этих местах цилиндре тоже могут быть ржавчина поэтому не забываем раз в два года менять жидкость показываю в каком очередке ком в какой очередности мы прокачиваем тормоза ставим сюда ключ на 8 зажимаем тормоз то есть откручиваем штуцер жидкость чуть-чуть вышла закрываем Опускаем тормоз Еще раз нажимаем Откручиваем, жидкость вышла Закрываем Еще раз нажимаем тормоз Жидкость вышла, закрываем Тем самым Мы толкаем жидкость из цилиндра В поршень Открываем штуцер Жидкость вышла Тут же его закрываем, чтобы он воздуха не глотнул Смотрим за состоянием цилиндра Чтобы сюда воздух не попал И после того, как мы закрыли штуцер Отпускаем задний тормоз Сейчас нужно посмотреть, что у нас там внутри Если воздуха хапнули Ничего страшного Как только зальем новую жидкость Мы видим, как в этом шланге Будет выходить воздух Который мы хапнули Во время прокачки тормоза Сейчас я хочу, чтобы абсолютно все вышло Резервуар был абсолютно пустым Поэтому я Настроен на то, чтобы И сюда попал воздух в систему После этого я заливаю новую жидкость Качаю, качаю, качаю До тех пор, пока не будет выходить отсюда из шланга Однородная новая жидкость Ну, она, я надеюсь, будет отличаться цветом Погнали дальше Ну, вот вы видите, какого цвета жидкость Как я уже говорил, она не очень грязная Вот этот вот клапан здесь не дает старой жидкости уйти назад Вот Кстати, вот посмотрел в интернете одно Как используют бутылку Разряжают крестик В него вставляют шланг За счет этого бутылка Не болтается туда-сюда И очень хорошо фиксируется Классно где-то я подглядел В общем, все, резервуар пустой Уже слышно, как он там качает воздух Поэтому открываем И заливаем новую жидкость Эту жидкость я уже использовал в большом КТМ Где-то, наверное, осенью Поэтому, я думаю, она еще своих не потеряла Заливаем Но не переливаем Вот она дошла уже до горловины чуть-чуть Желательно это все здесь вытирать Потому что она очень каразинная И может испортить лак и краску Но на эндуро-мотоцикле Можно сказать, что никакого лака и краски Здесь в этом месте нет Поэтому не паримся Заливаем жидкость Точно так же Берем ключик И начинаем прокачивать Видите, нажимая тормоз Жидкость стоит на месте Нажал тормоз Там воздух Поэтому она, видите, проваливается Сейчас мы в систему запустим Новую жидкость И вот здесь мы будем видеть Как в резервуаре жидкость будет уходить вниз Это признак того Что жидкость начинает попадать В систему Вот здесь очень много воздуха Поэтому она пока что еще не сдвинулась Сейчас мы воздух весь встраиваем И пойдет водичка Ну что ж, я добился того Что жидкость в трубке стала однородной Никаких пузырьков Все пузырьки ушли вниз туда Резервуар я наполнил На необходимое количество Теперь осталось его чуть-чуть дополнить Закрыть Ну и прокачать тормоза Все Замена задней жидкости готова Я собрал тормоза на место Поставил резиновый колпачок На штуцер Отдел защиту Закрутил крышку Цилиндра Прокачал И вот такой вот ход тормоза у меня Мне кажется, ход довольно-таки большой Поэтому я думаю, нужно его отрегулировать в этом месте Чтобы уменьшить его ход Посмотрим Теперь буду менять жидкость переднего тормоза Снял крышку с переднего резервуара Мы видим, какая она мутная тормозуха В переднем тормозе Сейчас мы ее будем менять По какой схеме Как с задним тормозом В эту жидкость, правда, нужно все скатить Наверное, высосать отсюда Шприцом какой-нибудь Потому что если это качать вручную То придется дофига Это качать Там жидкости больше, чем в заднем тормозе Вот впереди штуцер сидит Точно такая же Балда на 8 мм Снимаем сейчас крышку Ставим точно так же шланг Вот здесь уже есть следы коррозии Мотоцикл как бы не новый Ему больше 10 лет Откручиваем, стравливаем старую жидкость Заливаем новую И собираем в обратном порядке